План Брэкзита сегодня утверждают в Брюсселе. Как и с чем Великобритания покинет ЕС и сколько заплатит за это, решают лидеры стран-участниц. Они собрались на экстренный саммит. Итак, каковы условия развода по-европейски? Узнаем у Елены Зориной, она на прямой связи. Лена, здравствуй, расскажи, известен ли результат переговоров? Да, Кать, добрый вечер. Этой встречи ждали и одновременно опасались здесь, в Брюсселе, и в Лондоне тоже. Она первая после того, как британский премьер Тереза Мэй одобрила Брэкзит. В центре Брюсселя чрезвычайные меры безопасности. Город частично перекрыт из-за приезда высоких гостей. Но все приготовления заняли гораздо больше времени, чем обсуждение плана выхода Великобритании из ЕС. Еще перед началом встречи автор документа, президент Европейского совета Дональд Туск, заявил Евросоюз, хочет сохранить тесные взаимоотношения с Лондоном. Прежде чем обсуждать будущее, мы должны разобраться с нашим прошлым. Необходимы надежные гарантии для всех граждан, которых затронет Брэкзит и их семей. Это должно стать задачей номер один для ЕС и Великобритании. Кроме миграционного вопроса, есть еще немало спорных моментов. В Лондоне настаивают на отдельном торговом договоре. Представители ЕС интересуют, оплатит ли Великобритания так называемый счет за Брэкзит и будет ли под юрисдикцией Европейского суда до завершения развода. Мы подошли к той точке, когда можем говорить о будущем. Переговоры о разделении будущих правах граждан ЕС в Великобритании и британских в ЕС, плюс, конечно же, финансовые вопросы. Все это является важной частью переговоров. Переговоры с Великобританией непростые. Конечно, у нас будут проблемы, трудности, но самое главное – это единство Европейского союза. Если мы хотим добиться хороших результатов, нам нужно работать сообща. 15 минут, именно столько времени понадобилось для утверждения плана Брэкзита. В своем твиттере президент Европейского совета поведал, руководящие принципы приняты единогласно. Именно этот документ вызывал немало дискуссий. Были опасения, что переговоры провалятся, однако европейская дипломатия взяла верх. Переговоры начнутся после 8 июня, после выбора в Великобритании. Переговоры будут сложными, и будет трудно удерживать единство, продемонстрированное сегодня. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы сохранить эту сплоченность. Что же касается начала переговоров, то это будет уже после досрочных парламентских выборов в Великобритании. Они назначены на 8 июня. А вот сама процедура этого развода затянется на 2 года. Катя. Спасибо, Лена. Елена Зорина была на связи со студией с подробностями утверждения плана Брэкзит.